Хранить тайны вредно О связи, о банках и банковской деятельности Об основах охраны здоровья граждан И поправки в налоговый кодекс И что же изменится? Ну пока сложно конкретно говорить И оценить это инсайдерская информация РБК Но подлинность законопроекта подтвердили Два наших источника в рабочей группе Если в целом, то предлагают Изменить подход к регулированию профессиональных тайн Вот как раз банковская, налоговая, медицинская И тайны связи Собственно поправки расширят доступ граждан и бизнеса К вот этим вот тайным сведениям А нужно это для развития современных технологий Так, по крайней мере, говорится в пояснительной записке К документам Очень хотелось бы, кстати, разобраться Чем вот моя банковская или медицинская тайна Может помешать развитию технологий? По порядку сейчас Не то, что я выступаю адвокатом этих поправок Да, я вместе с тобой сейчас попробую разобраться Что касается банковской тайны Сейчас, чтобы подтвердить свою платежеспособность Контрагенту Нужно брать выписки со счетов, вкладов, заверять их в банковском отделении А если вот эту завесу тайны приоткрыть То у клиента появятся новые возможности Многие процедуры можно будет исключить Ну и, конечно, разрешение на передачу таких данных У клиента будут, обещают, по крайней мере, запрашивать Ну а что насчет тайны связи? Мне кажется, ее уже значительно ограничил закон Яровой Этого все еще недостаточно? А здесь вот такой вот аргумент приводится Тайны не позволяют эффективно бороться с мошенниками Например, сейчас некоторые технические данные Например, мои IP-адреса в судах Относятся к тайне связи И, соответственно, на них распространяется запрет На передачу третьим лицам Так что операторы не могут дать кредитным организациям Например, сведения, которые говорят о том Что клиент поменял сим-карту Можно ли говорить о том, что операторы связи Уже не против закона проекта? Вот это тоже пока утверждать нельзя Нужно подождать, когда документы внесут в Госдуму Но если мы будем двигаться дальше Зачем налоговая история может понадобиться третьим лицам? Тут вопрос удобства Наверняка многие пользуются порталом госуслуг И вот получается сейчас, что сведения о налогах, которые мы платим, тайна А информация о задолженности нашей не тайна Если у вас когда-то возникали долги То наверняка вы могли заметить, что только в этом случае На портале увидишь данные о своих налогах Кстати, некоторые специально вовремя не оплачивают хоть небольшой долг Чтобы получить доступ к этой информации Законопроект предлагает разрешить порталу госуслуг Обмениваться вот этими данными с ФНС В конце концов, чаще россияне пользуются этим ресурсом Чем личным кабинетом налогоплательщика Как вообще аргументируют раскрытие медицинской тайны? Тут-то что мешает прогресс? Мешает это телемедицинским сервисам Появились они у нас не так давно После программы модернизации здравоохранения И вот какие проблемы возникли Например, поступает тяжелый пациент в региональную больницу Врачам нужна консультация с более опытным специалистом Иногда, чтобы понять, как лечить человека Нужны какие-то специализированные исследования И для этого иногда требуется привлекать третьих лиц Передавать им сведения Которые вот сейчас считаются как раз врачебные тайны Ну тут, кстати, другой очень хороший пример есть На днях был в магазине Выбирал себе подушку И вот с чем столкнулся Одна известная фирма предлагает продукт Который во время сна считывает медицинские параметры человека И, согласие клиента, передает эти наблюдения в медицинские учреждения Вроде бы удобно Но как же медицинская тайна? Место, на котором человек находится В принципе Достаточно продолжительное количество времени И это время Человек, в принципе, расходует только исключительно На того, чтобы выспаться Мы посмотрели о том, что, наверное, можно было в это время использовать еще с большей пользой для человека В том плане, что в это время можно монетарировать какие-то жизненные параметры Которые могли бы потом, в дальнейшем Быть использованы или самим пользователем Или, конечно, самое лучшее Это специалистами из медицинской сферы Для того, чтобы медицинские данные передавать Мы должны получить согласие от потребителя Поэтому, в принципе, в нашей модели Это предусматривают таким образом Либо ты покупаешь этот продукт за деньги И используешь по своему усмотрению Либо ты этот продукт приобретаешь Бесплатно На согласие На передаче медицинских данных В медицинских учреждения Должно ли тайное становиться явным? И в каком объеме? Насколько доступными будут персональные данные уже в ближайшем будущем? Обсудим с гостем В студии РБК Руководитель консорциума Инфорус Подполковник ФАПСИ в обставке Андрей Масалович Андрей Масалович, добрый вечер Спасибо, что нашли время Сразу хочется Этот законопроект, который пока еще потенциальный Пока еще о нем мало что известно Тем не менее, какой-то конкретики хочется Как вы считаете, какие ключевые из анонсированных изменений вам думаются? Какие из них действительно важны? Ну, я бы хотел начать с того, что большая часть игры проходит под ковром Бизнес сейчас, прикрываясь тем, что ограничения тормозят развитие прогресса Они правда тормозят На самом деле, проталкивает идею Чтобы как можно больше данных забирать себе в обработку Потому что это очень дорогой товар Вот, нами торгуют Ну, если вокруг вас какая-то активность А с вас денег не берут и вам не платят Значит, вы товар Вот мы в интернете, мы все время товар Поэтому смотрите, что сейчас попытаются провести Ну, во-первых, для того, чтобы людям это было понятно, приятно И люди это поддерживали Три-четыре изменения сделают для людей Вы их, кстати, сейчас очень хорошо назвали Первое, действительно, налоговая задолженность не налоговая тайна А налог, который к начислению, налоговая тайна Мне, например, неудобно Мне надо каждый день заглядывать на портал налоговой Смотреть, не появилось ли что-то новое к оплате Мне было бы гораздо удобнее видеть это на портале госуслуг Да Вот, потому что да, ну, с ребенком мы заглядываем почти ежедневно Это раз Второе, если вы идете получать визу, например Или вообще идете куда-то с любой справкой Ну, получая визу, вы сначала идете в банк, делаете выписку Любая справка, на самом деле, это вообще-то сейчас должна быть галочка на экране Я разрешаю эту справку переслать в электронном виде Вот, и это, ну, фантастических размеров рынок Представь себе, сколько людей тратит остатки молодости на хождение со справками Ну, и третье, телемедицина, действительно, конечно, живого врача никто не заменит Но если тяжелый случай и удаленный врач может помочь Он должен видеть все анализы, он должен видеть противопоказания Он должен, ну, чтобы человека не угробить просто по незнанию Вот, поэтому, вот, в первой части Это все плюсы, которые для людей Это плюсы, которые сейчас будут высвечивать бизнес, чтобы это приняли Да Вот, но есть еще два игрока Сам бизнес, для которого это потрясающий товар для обобщенной обработки Наши личные данные бизнесу не нужны Они нужны как часть платформы, скажем так, мест обитания потенциальных покупателей Чтобы продать это рекламодателям То есть, кто сейчас беременный, соответственно, через год или полтора будет покупать подгузники А кто уже покупает много пива, соответственно Через некоторое время должен будет покупать много лекарств и так далее, и так далее Вот, но есть еще третья сторона государства Государству как раз интересны лично мы И для него тоже есть большой, вот, большой-большой интерес Чтобы данные собирались, обобщались и анализировались Ну, есть еще четвертая сторона Действительно есть технические проблемы, которые новый закон позволит преодолеть Но они частные Это проблемы сотовых операторов Им легче начислять биллинг, им легче следить, прогнозировать спрос И следить за, ну, скажем так, как лучше размещать новые сотки Вот, как лучше улучшать качество связи Вот, то есть, действительно, отчасти, примерно на 1 четвертую Этот законопроект продвинет технологии вперед Но 3 четверти, это вот три фиги в кармане У каждого своя Подытоживая все это, на ваш взгляд Понятно, что мы еще законопроекты не видели в его окончательном виде Тем не менее, кто главный бенефициар всей этой истории? Везде, где есть крупный бизнес и политика Бенефициар крупный бизнес и политика В данном случае я не знаю, кто на первом месте Наверное, бизнес, раз они так активно То есть, пожалуйста, как раз обратный вопрос задам А кто потеряет от этих поправок? Получается, что весь этот рынок, те компании, которые сейчас собирают Продают и перепродают наши данные Они будут просто уже не нужны Два или три раза я вас обрадую Два-три раза огорчу Первое, потеряют мошенники, которые сейчас очень хорошо себя чувствуют в мутной воде Этой мутной воды станет меньше То есть, данные будут проходить напрямую Тем, кому нужно И вот всякие коллекторы пропадут Без ограничений в виде мошенников То есть, если сейчас мои данные нужно хотя бы купить у кого-то А теперь напрямую То есть, вот этот вот рыночек для мошенников, он уменьшится Ну, не пропадет, но уменьшится Я рассматриваю мошенника как посредника В том числе, как одно из, понимаете, как бы это объяснить Как одно из препятствий на пути к компании, которая хочет купить мои данные Понимаете, мошенник одновременно носитель некоторой новой технологии Он должен придумать хитрую схему, которая бы работала Вот ему сейчас придется труднее Ему надо будет придумывать новую схему Старые работы перестанут, рынок судится Это раз, это хорошо Вот Второе Что нам Ну, скажем так Вторая боязнь, от которой я вас сейчас успокою Это боязнь за то, что мы с вами утратим остатки персональных данных Остатки своей индивидуальности или, если хотите, приватности Успокою Уже утратили Уже не бойтесь Уже нету данных, которые... Просто это часть моей работы Я знаю, что у нас не было задач, которую мы бы не решили То есть, любые данные добываются Вот Другое дело, что там подвинется Ну, есть понятие законных методов Есть понятие ОРД оперативно-розыскной деятельности Есть серая зона между законным и незаконным Есть законность с точки зрения регулятора Например, для вас, наверное, будет удивительно Как вы думаете, в каком году был принят закон о персональных данных во Франции, например? В начале века, а то и в прошлом веке, мне кажется Хуже в 1850-м В Северной Европе в 1890-х Интернет тогда был гораздо слабее, поверьте И компьютеры То есть, закон о персональных данных Это не закон о базах и сохранности данных в каких-то базах Это закон о том, кого и за что можно привлечь Если он мои данные будет использовать мне во вред И вот это вот очень хорошо на Западе уже откатано Например, в Швейцарии некоторые данные обязательно публикаться То есть, часть моих данных я обязан публиковать Чтобы меня можно было найти или проверить В Германии они свободно продаются То есть, можно купить базу по городу со всеми семьями Вот Другое дело, что они там еще и защищены Вот И вот это, пожалуй, то, что у нас То, что у нас перекош У нас регуляторы есть, а вот защиты данных нет Поэтому не беспокойтесь, все данные уже утекли Андрей Игоревич, здесь вот еще один момент интересный В пояснительной записке к документу говорит следующее Расширенный доступ граждан и бизнеса к сведениям Составляющим ту или иную тайну Необходим для развития современных технологий О чем конкретно речь? Как после принятия этого законопроекта Мы заметим, как технологии наши шагают вперед Ну, мне в голову приходят только две технологии Одна, это, собственно, в руки самих сотовых операторов Или тех, кто владеет коммуникационными сетями Попадет дополнительная информация, чтобы сделать их сервисы лучше Ну, развивать их просто лучше и делать удобнее Это раз Второе, это то, что сейчас называется непонятным словом Бигдейта, большие данные Вот аналитика больших данных должна сильно-сильно скакнуть вверх Потому что, скажем, если мне попадут в руки талончики на парковку всей Москвы Я знаю, кто где ночует Я узнаю, кто встречается с конкурентом Я узнаю, кто в каких магазинах отоваривается То есть это знания, которых раньше не было Вот, соответственно, это позволит нам очень много задач типа Uber Ну, таких вот новых удобных сервисов решить Продолжая тему мошенничества Вот это вот совсем свежее То, что сейчас буквально научились делать мошенники Когда они звонят с номеров банков И диктуют какие-то последние транзакции и так далее В свою очередь сотовые операторы кивают здесь на банки Банки отвечают виноваты сотовые операторы Как думаете, в этом законопроекте будет какой-то механизм, который попробует эту проблему решить? Я с этими задачами сталкиваюсь ежедневно И хочу вас огорчить Идеального механизма не будет Будут пошаговые улучшения Но в древнем мире, вот вспомните, в первобытном мире не было компьютерных преступлений И не было там мошенников в сфере IT-технологий Почему? Потому что каждый понимал, что выходя из пещеры, ты лично отвечаешь за себя и за детей Никто за тебя не ответит Сейчас почему-то кто-то думает, что банк его защитит Кто-то думает, что его защитят компании Надо самому понимать, что любое мошенничество состоит из двух шагов Второй шаг вас развести, а первый шаг заставить лоха себя выслушать Не будьте лохами Не слушайте мошенников, не отвечайте Мы об этом уже говорили в студии О том, что банк вам никогда не позвонит, чтобы что-то с вами сверить Да, и повторим это еще раз Тем не менее, кроме того, вот здесь вот как раз таки в этой студии совсем недавно Мы говорили о свободной продаже персональных данных То, чем мы можем делиться Как вы считаете, возможно вообще реализуема ли такая схема и здесь? Что есть люди, которые, например, могут вполне себе продать свои какие-то данные Отдать их за деньги Понимаете, мы не на той планете родились Вот если взять всю Россию, то все рекламодатели, которые вложились в рекламу для меня Могут суммарно выдать за мои данные примерно 5-6 тысяч рублей в год Ну даже если я потом пойду и у всех что-нибудь куплю Просто столько стоит один покупатель, один реализованный элит Вот, то есть суммы не те, ради которых человек, ну может быть, 3 тысячи в год для кого-то это деньги Ну то есть думаете, здесь этого не будет? У нас чуть менее минуты Напоследок хотел еще затронуть вопрос утечки информации Некоторые эксперты связывают не с законодательством, а все-таки с несовершенством государственной IT-инфраструктуры вообще в целом Как вы считаете, такая проблема есть? Вы знаете, как бы помягче сказать, автоматизация бардака Бардак не устраняет, автоматизирует дело Информационные системы никак нас не защищают И уровень защиты не повышают Уровень защиты это комплекс организационно-технических мероприятий Это люди, процессы и технологии Причем люди сверху Посмотрим, что нового нам привнесет этот законопроект Ну будет любопытно, какими данными личными мы будем делиться впредь Это были 10 минут оптимизма Ну не совсем, не все 10 Осторожно оптимизм Андрей Масалович, руководитель консорции Майнфорус Подполковник ФАКСИ был в гостях в программе «Что это значит?» Спасибо большое Спасибо Хорошего вечера, приходите к нам еще Что-то у меня на визитке написано «Менеджер» по связям с реальностью Прекрасно, это прекрасно